Всем привет, друзья! С вами Гамилькар Барка. Продолжаем смотреть Кубок Наций по Total War Attila. Сегодня будем смотреть бои между Свэбами и... Кто у нас? И Бургунды. Свэбы Бургунды. За Свэбов у нас играет... За Свэбов у нас играет представитель клана Виамилитера Неба. Что бы сделал Виндите? Без сожалений! Без страха! Нееет! Бой! Бабь! А он не слишком быстро летит! За Бургунду у нас играет... Безклановый игрок, один из администраторов турнира... Эль Томато. Что такое? Подозрительные звуки. Давайте начнем смотреть составы. Два довольно-таки сильных игрока и фракция у них в принципе тоже достаточно хорошая. Так что ожидаю увидеть здесь эпичнейшее противостояние. Начнем с Свэбов. Германские пики. Две штуки по центру. За ними два отряда германских знатных мечника. Четыре отряда стрелков. Это германские лучники. И на фланге оттянуты парашники. Это у нас германские метатели. Кавалерия представлена знатной германской конницей. Знатная германская конница. Ударная конница. Царская конница Свэбов. Еще одна царская конница Свэбов. Генерал Свэбская знать. И еще один отряд знатных германских конников. И основная пехота. Свэбский воитель. В количестве четырех отрядов. По два на флангах. Теперь смотрим на состав за Бургундию. Что сделал этот бой Помидор. Кавалерия представлена знатными германскими конниками. Две штуки. Четыре штуки. Два отряда ударной кавалерии. Это царские воины с дротиками. И... Да. Два отряда царских воинов с дротиками. Пехота. Топоры. Четыре штуки. Это у нас бургундские топорщики. По две на флангах. Генерал тоже топор. По центру идет. Мечники. Это у нас три отряда. Знатных германских мечников. И по одному копейщику на флангах. Это германские новобранцы. Стрелки. Так. Я тут смотрю. Четыре стрелка. Два лучника. Два прачника. Германские лучники. И залповые метатели соответственно. И тут... Томат выстраивает... Не знаю что это. Построение. Строит свою армию. Месяцем. Или как-то по другому. Можно это охарактеризовать. Не знаю кому как воле нравится. Ладно. Включаем игру на обычной скорости. Пытается здесь Эль Томато. В котел вогнать. Черепаху. И сварить черепаховый суп. Не знаю насколько это у него. Получится. Аббат. Не такой простой парень. Чтобы можно было его так просто взять и окружить. Давайте поставим на вторую скорость. Пока они подходят. Да. Здесь Аббат действует абсолютно грамотно. Смещает свою армию. Он не атакует по центру. Смещает ее больше на правый фланг. То есть. Скорее всего будет пытаться вступить в бой с одной из частей. Бургундской армии. И вторую оставить не у дел. Начинается перестрелка. Но в принципе здесь по стрелкам существенный перевес у бургов. Поэтому они спокойно могут себе позволить перестрелку. Сейчас расстреляют прачников. И дальше потихонечку будут отстреливать всяких там мечников. Да. Фокус фаер идет 2 в 1. Залпометателя фокусят. И здесь тоже 2 в 1 пошел фокус. Сейчас еще и второго залпометателя снесут. И все будет кончено. Так. Здесь в наглую прется германский новобранец. Пытается мешать стрелять брачнику. Но у него это получается. Навстречу ему выдвигается здесь сепский воитель. Но германский новобранец пытается спастись. Конница у бургов уже очень нагло действует. С одного фланга зашел. Но здесь отстает другой фланг. Хотя нет. В принципе. В принципе нормально. Вот пехота от кавалерии отстает. Это да. Это да. Но здесь такой серьезной угрозы нет. Более этой кавалерии. Поэтому вот так вольготно себя чувствует. Так. Побежала куда-то кавалерия. Знатные германские конники. Они находятся под обстрелом. Скорость у них упала. Они завязывали здесь в пикинёре. Встали. И сейчас будут погибать. Здесь копейщик заходит в германского прачника. Вот здесь натиск хороший получается. Получается довольно таки неплохой. Но тут вторая кавалерия подходит. Тоже в одну и ту же цель бьют две кавалерии. И сейчас вторая конница особо воспользуется этим. И проатакуют два отряда стоячей кавалерии. Сюда подходят сепские воители. Так. Ёлки-палки. И на другом фланге тоже пошла за рубреса. Обеих флангов идёт атака. Очень ожесточённо, яростно атакуют здесь бурги. Но вот здесь я смотрю так. Особого успеха у бургундии нет. Здесь очень неплохо разобрался неабад. Сейчас будет слета вот это вот. Царский воин из Гротики. Потому что здесь два отряда мечников помогают. Знатным германским конникам. Но вот только-только сейчас подбегают топоры, чтобы вступить в бой. С натиска они заходят. Но тем временем левый фланг и центр у свэбов сыпется. Да. Но этот фланг затащат. Очень большая группировка войск свэбов была уничтожена на левом фланге. Пару отрядов кавалерии, я так смотрю, потерял здесь неабад. Кавалерия чаржит царские воины с дротиками в замкнутых германских конников. Моментально они их уничтожат. И кавалерия здесь заканчивается и у бургов. Значит, сейчас здесь может выйти на оперативный простор конница свэбов. Да, конница свэбов заходит в тылы. Посмотрите, вот здесь два отряда. Вот здесь отряд можно провести и ударить по залповым метателям. Великолепно. Да, конница свэбов выходит в тылы к бургундам. Очень замечательно. Вроде бы как складывалось впечатление, что создали себе неплохой задел бургунды. Но все это впечатление обманчиво. Потеряли очень много кавалерии здесь бургунды. Свэбы сохранили свою кавалерию. Неабад не сумел правильно распорядиться именно своей кавалерии. В концовке боя у него остается очень много стрелков и очень много кавалерий. А у бургундов остается только топоры и огрызки стрелков. Хотя нет, посмотрите, здесь еще и остаются свэбские воители. Многочисленные отряды. 73, 67. Вот здесь свэбский воитель. Два человека остался и сражается с копишком. То есть очень, очень уверенно концовку боя затаскивает здесь Неабад. Вот это вот построение котелком у бургундов явно не получилось. Пытался что-то изобразить здесь. Томат, но не сумел он. Не сумел он погнать черепаху от своих котелок. И Неабад очень грамотно, посмотрите, растаскивает свои войска в разные стороны. Окружает остатки войск бургундов и просто натисками кавалерии выносит один отряд за другим. Даже не пытается здесь докатить на самом деле. Потому что очень много кавалерии. У меня живые огрызки ударной кавалерии. Они здесь сейчас натисками все это дело будут выносить. 171 фраг сделала царская конница свэбов. Сейчас она еще раз натиска вошла. И сразу еще плюс 20 килов. Она здесь конечно же погибнет. Но больше 200 килов она там сделала практически. Вот здесь еще одна ударка отрабатывает царская конница свэбов. Тоже под 200 килов сделала. Отлично, отлично. Но нельзя сказать, что уж прям совсем разгромно побеждает здесь Неабад. Но очень уверенно, скажем так. Очень уверенно. Недавно он сыграет топором на самом деле бургундским. Я так смотрю. 57, 60, 93. Да, топоры не сыграли. Конница слишком сильно вырвалась вперед у бургундов. И это было фатально. Не злитесь, не злитесь, сеньор помидор. От злости говорят, витамины пропадают. Давайте посмотрим на цифры, кто что показал. Начну я, пожалуй, со свэбов. Да, да, да. Как я и говорил. Мне кажется, конница слишком далеко оторвалась от своей пехоты. И слишком большой был интервал между входом в бой кавалерии и между входом в бой пехоты. И именно этот интервал и стоил победы бургундам. Давайте посмотрим более подробно по цифрам. Генерал 62, бургундский топорщик 81, второй 96, копье 46, знатные германские мечники хорошо отыграли. 110, 108, 79. Еще одно копье 107 фрагов. Великолепно. 108 топор, 143 топор. Прачник 30, лучник 61, 43, 63. Царские воины с дротиками. 147 фрагов, довольно-таки неплохо. Вот видите, знатные германские конники. 7 фрагов, знатные германские конники. 3 фрага, знатные германские конники. 56, 22. И вот второй удар. Царские воины с дротиками 110. Конница провалилась. Да, мне кажется, опять-таки, вот в этом-то и была основная причина поражения бургундов, что слишком был большой интервал между пехотой и кавалерией. Теперь смотрим на то, что показали войска Необада. Германские мечники 25, 12. Копия 40, 53. Генерал 122. Цепские воители 75, 42. 153, 179. Лучники сыграли все примерно на одном уровне. На невысоком уровне. В среднем где-то по 30 кило в каждой из стрелков сделал. Конница сыграла на порядок лучше, чем у бургундов. 71, 185, 163, 189, 258. Великолепные цифры на кавалерии. И принесли в итоге победу с Вебом над бургундами в первом бою. Давайте посмотрим, что покажут ребята во втором бою. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.